Желаю здоровья, уважаемые украинцы, уважаемые украинки. Важный день, неделя, важные были визиты, много встреч и переговоров, еще больше не публичной работы и с друзьями, и со скептиками также, со всеми. Украина всегда защищает себя и получает то, что нужно. И даже тогда, когда кто-то сомневается, мы не сдаемся, а убеждаем и боремся. Боритесь, поборите. Именно так это и работает. Действительно, сильный результат и для Украины, и для всей Европы. Еще один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Я благодарю всех, кто поддерживал, выполнил именно то, о чем мы договаривались. Спасибо всем в Украине, нашей команде, кто сделал все необходимое. Рекомендации Еврокомиссии мы выполнили, сомнения мы сняли. Сегодня решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. После этого шага еще будут следующие. Это большая работа. Интегрировать государство, все институты, все нормы, все это к Евросоюзу. Но сделаем. Украина уже не раз доказывала, на что мы способны. Будет и другое победное решение. Будет время, когда мы сможем отпраздновать вступление Украины в ЕС. Сейчас в Украине у многих приподнятое настроение. И это важно. Это мотивация. Я поздравляю всех вас, каждого и каждую, с тем, что удалось. Удалось всем нам, кто единством Украины укрепляет единство Европы. Я хочу особо поблагодарить всех ребят и девушек, мужчин и женщин, которые сражались и сражаются ради Украины. Которые сейчас в боях защищают волю Украины. Которые помогают нашим воинам. Лечат, тренируют, завозят оружие, производят оружие. Все, чего мы достигаем, было бы невозможным без той героической смелости наших людей, нашего народа, которая так вдохновляет весь мир, всех нас. Я вернулся в Украину. Сейчас во Львове. С решением по Евросоюзу и другими вещами, которые усилят. ПВО. Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку. Сильное решение. Дания. Новый пакет на миллиард долларов. Для защиты неба, артиллерия и многое другое. Норвегия. Новый пакет. Свыше 400 миллионов долларов. В частности, ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет. Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки. Очень весомую. Швеция. Тоже новый пакет. Есть сильное заявление саммита Украина плюс Северная Европа. Еще один политический снаряд, который приближает нашу победу. Визит в Аргентину. Фактически перезапускаем отношения со всем регионам Латинской Америки. Спасибо, что услышали четкие слова поддержки. И, конечно, Соединенные Штаты. Сегодня я был на базе в Вистбадене в Германии. Там расположено командование войск США в Европе и Африке. Мощно. Там наши ребята, военные, работают. Конечно, были встречи с партнерами, которые нас усилят. И визит в Вашингтон. Президент Байден, его команда, министр Остин, генерал Браун. Конгресс, обе палаты, обе партии. Спикер Джонсон. Я слышал слова уважения к нашему народу, к нашей борьбе. Важные советы, важные договоренности. Я благодарю всех за поддержку. Продолжим нашу работу. И ожидаем, что Конгресс в ближайшее время примет необходимое решение. Мы должны победить. Что бы ни происходило, мы работаем, сражаемся и увеличиваем силу. Силу нашей прекрасной Украины. Верьте в свои силы. Слава Украине.